Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас урок 49 часть 2 по программированию микроконтроллеров STM32. У нас 3-е Discovery и изучаем мы магнитометр LSM303DLHC, который является также и акселерометром. На прошлом занятии мы с вами инициализировали данный датчик, считали идентификатор, подправили проект, внесли макросы, написали инициализацию данного датчика. Задача сегодняшней части, я думаю заключительной, будет в том, чтобы снять показания с осей, изучить их, немножко подкорректировать, отфильтровать и увидеть данные показания каким-то образом или каким-то несколькими образами. Мы закомментировали включение светодиода, теперь мы всё это раскомментируем. Теперь дальше мы с вами вот здесь подправили функцию, не просто readAxel, а будет уже с магнитометром, поэтому мы исправим это самое и вот здесь. И вот ещё вот здесь. Ну и заодно мы её раскомментируем. Теперь у нас существует вот такая вот AxelGetXYZ буфер функция. Давайте её с вами скопируем всю целиком и добавим ещё раз. Затем мы изменим у скопированной функции именно вместо AxelGetXYZ маг ГектXYZ. Данные не меняются. Вот эти будут вообще нам не нужны. Вот эта не нужна. Вот эта также не надо нам. Вот сколько нам всего не нужно с вами. Ну а здесь немножко будет конечно всё исправляться. Ну давайте как-нибудь по любому нажатию попадём в хедер файл и возьмём здесь адрес, по которому мы будем обращаться к микросхеме для того, чтобы с неё брать какие-то измерения. У нас адрес будет другой и мы везде сейчас всё это поменяем. Вот таким вот образом. Затем ещё раз вернёмся и возьмём с вами наименование наших осей, то есть регистров для осей. Вот так вот они у нас идут. Ну сначала мы будем начинать именно со старшего показания. Вот. Ну мы сейчас одинаковых наляпим с вами, а потом просто исправим. Это будут x, это будут у нас y и это будут z. Ну не важно, что там они где-то не так расположены у нас. Вот. Сначала x, потом z, потом y. Ну как в дата-шите написано, как идут регистры у нас. Мы это видели уже подряд со своим адресом. Так мы и расположили в файле с макросами, в хедер файле. Файлы заголовков. Ну и соответственно здесь вот l. Видимо кто-то тоже insert не нажал и в дата-шите получилась определённая интересная вещь. Тоже вот. У него аж сместилось и он её не удалил. А надо было insert нажимать, всё было бы нормально. Я insert не нажал, но я подправился. Вот. А если бы я insert нажал, то мне не надо было бы и подправляться. Всё. Тут получится у нас не совсем так. Будет у нас если и у нас не равна минус 4096, лишний значок, то мы тогда, по дата, опять же с индексом i будет равна вот такая вот в скобочках вот так. Опять wind 16t, вот как. Ну мы не боимся с вами количества скобочек, они нас никак не страшат. Буфер. Мы вот здесь с вами схитрим немножко. У нас 2 умножить на i здесь было плюс 1, а тут у нас будет наоборот 2 просто на i, потому что у нас поменены вот эти вот. Не младший идёт сначала, а старший. Мы с вами то есть вот здесь это всё корректировать будем. Ну и сместим на 8 в сторону туда пускай. Забыл как назвать. Влево. И прибавим. Здесь уже не нужно нам никаких приведений делать. Плюс 1. Вот как мы сделаем. Почему минус 4096. Потому что у нас от минус 2048 до плюс 2048 пределы измерений. И как только мы достигаем или того или другого, датчик сразу, вернее регистр показаний тот или иной, той или иной оси сразу сбрасывается на минус 4096. Нам это не интересно. И в случае если он данный датчик у нас сбросится, то мы просто-напросто с вами не будем ничего заносить в APData i. APData i. Тогда мы что ж мы в неё будем заносить? Интересно. Ну ничего не будем заносить. Значит или ноль там будет или, скорее всего, это же адрес, она где-то находится. То есть она, скорее всего, у нас будет без изменения оставаться. Но мы с вами ещё там будем фильтроваться. Это всё не фильтр, это просто сброс лишнего бита. Такой себе. Не то, что лишнего бита, а просто не учёт показаний, когда у нас идёт оверфлоу превышения допустимого. Ну вот где-то вроде так. Если ошибки есть, мы с вами подправим, это мы делать умеем. Вот теперь здесь у нас. Что будет здесь? Здесь будет у нас вот что. Мы, наверное, сделаем вот так. Вы увидите почему. val3. У нас будет, ну, тоже самое в принципе, но будет массив. Очень это удобно. И вот здесь мы, чтобы у нас как раз ничего не терялось никуда. Statik напишем. Ну и tmp16 возьмём сюда же. В данный момент оно нам уже понадобится действительно. Мы не будем ничего приводить к нулю. здесь у нас, конечно, уже mag. Ну и, соответственно, мы теперь должны с вами вместо вот этого всего внести, так сказать, с учётом наших изменений в переменной. где x, мы val0, где остальные, то мы вносим ещё какие-то вещи. Тут пока y, вот x. Да больше что-то x-ов и нет. Ну и теперь переходим к y. y с единичкой у нас. Вот x. x у нас с нулём. Это y тут везде пошли у нас. Ну и здесь у нас не такие, так сказать, большие будут показания. Нам здесь 60 хватит вполне. У нас не такой мощный датчик. Он 12-битный получается, что… Ну не то что весь датчик, магнитометр у нас 12-битный. Угу. Здесь осталось у нас y. Задержку, наверное, 20 поставим. Ну правильно, y. Да. Это всё везде y идут. Вот это по y. Теперь z. мы работать уже с нашей будем ни с каким ни nf-монитором, или как уже sf-монитор, я уже забыл какой. Поэтому у нас будет здесь 11.55. Не будет у нас этих посторонних никаких байтов и концевых никаких не будет. И здесь будет у нас 8. И будет у нас ещё одна величина. Остаётся нам единственное, что подправится вот здесь, чтобы всё шло у нас подряд. Вот и хорошо. Это по этим вот вопросам. Теперь ещё вот здесь мы также должны подправить. Это у нас пока закомментировано. Потом же будет раскомментировано. И чтобы нам не париться насчёт ошибок, лучше сделать всё нам сразу. Отлично. Тут мы, в принципе, всё правильно написали. Единственное то, что у нас притяжение идёт к югу, и мы должны с вами немножко местами светодиодики перекинуть. Вместо третьего будет десятый. Да. Вместо третьего будет третьего. Так же везде. Это третий. Угу. Дальше у нас идёт четвёртый светодиод. Четвёртый – это будет у нас девятый светодиод. А девятый – это четвёртый светодиод. Ну и шестой с седьмым должны мы также поменять. И пятый с восьмым. Вот восьмой. Вот этот пятый. Правильно. Что-то я, наверное, забыл. Хочется посмотреть, как было. Да. Я пока в буфер обмен возьму. Подозрительный существует светодиод. Вот этот вот. Был ли он уже в десятом или я его исправил? Да. Я его ещё не исправил. Не заметил. Он будет третьим. Нет, не он будет третьим. Вот он будет третьим. Этот четвёртый, правильно. И шестой, вот с седьмым. Также меняем мы местами. Вот. То есть, мы их на перекрёст все поменяли. Всё. Задержку оставляем соответственно и пытаемся что-то мы увидеть. Только мы пока наоборот. Посмотрим-ка мы пока в текстовом виде лучше. Вот. Собираем, прошиваем. Что-то у нас по-моему не мигнули, что ли, светодиодики. Сейчас ещё раз прошьёмся. Мигнули. Они должны мигнуть. То есть, вот. У нас пока ничего тут не светится никуда. Но я сейчас попробую, конечно, магнитик вот такой вот есть у меня. Вот. Ну, в принципе, всё тут светится. Вот я его. Я его могу просто вот вращать и уже будет куда-то что-то отклоняться. Вот. Хожу по кругу. Это всё у нас нормально работает. Сейчас я его подальше закину, а то он очень чувствительный. Но что не показывает ни один здесь светодиод, это хорошо. Пока ещё мы с вами ничего никуда не фильтровали. Ещё фильтр у нас будет. Я о нём помню. Ну, вы не бойтесь. Так, у нас 230 400 вроде скорость. Запустим-ка мы вот эту программку. Ну и вот. Ну да, 230 400 вот мы видим с вами. И что-то мы здесь видим страшное в оси Z. Почему мы так видим – непонятно. Сейчас попробую платку перевернуть. Какие-то очень серьёзные отклонения. Z он и должен быть, конечно, большим. Но не два Гаусса. Так, сейчас мы пока остановимся. Да, можно было не выключать программу. Что-то у нас здесь Z. Не нравится мне очень Z. Да нет, в общем-то всё нормально. Я проверил с кодом по сценарию. Всё у нас сходится здесь. Значит, такие вот отклонения получаются. Непонятно вследствие чего. То есть, ну, давайте попробуем всё это немножко подкорректировать. Ну, в принципе, здесь отклонения небольшие. Z пускай у нас будет таким. Неважно это особо. В принципе, X. Вот я кручу. Ну, то есть, вот у нас север показывает. Он у меня именно там есть. То есть, компас у нас нормально работает. Тут ещё можно вот с этими вот поиграться. То есть, побольше их, поменьше сделать вот эти вот показания. То есть, ну, я думаю, здесь самое нормальное. Всегда притяжение самое большое идёт туда вниз. Вот сейчас я перевернул. И здесь мы только до нуля дошли. То есть, какой-то у меня магнит. У меня колонки мощные сверху стоят. Может быть, они и дают своё, скорее всего. Но это не столь важно. Главное, что он особо… датчик-то не шумит сильно. Вот теперь, значит, это мы проверили так. Во-первых, теперь нам нужно что ещё сделать? На всякий случай пооткорректировать показания. Не по осям пока, а по вот этой вот, по величине, по, так сказать, ну 4096, чтобы у нас не получилось. Сейчас мы… Ну, вообще, можно это проверить. Сейчас я магнит буду подносить мощный близко. Вот. И мы видим, что у нас, то есть, не сработало 4096. Чтобы вот такого вот у нас не было бесчинства, мы сейчас сделаем… То есть, у нас вот это вот всё это не пошло, так сказать, дело. То есть, может здесь смело это условие убрать. Здесь не работает. Вот здесь пишем тогда. Мы, во-первых, не сразу вал пишем. Валы мы заберём сюда пока. Сейчас вы всё поймёте. Ничего тут страшного нету. А здесь мы в TMP16 пишем везде. Наши буферы сначала, а потом уже поработаем с этим временным, так сказать, хранилищем. Вот. И если… Вот мы сейчас пока в одной напишем. TMP16 у нас не будет равен минус 4096, то мы запишем вал нулевое значение TMP16. Таким же образом мы проделываем для всех остальных осей, которых у нас, конечно, не так много. У нас их не 10 штук. Ну, только вот здесь в другие буферы мы занесём значение. Вот так мы сделаем. Вот давайте теперь сейчас этот факт мы с вами проверим. То нам ещё фильтр писать. Вот. В принципе, у нас всё то же самое идёт. Нет, пока ещё не сработало. Может, я не прошёл контроллер? Угу. О, не прошёл контроллер. Вот, сейчас это не бывает такого. То есть, тут когда на какое останавливается? Если поплавнее, то побольше значение вот здесь наберётся. Если порезче, то поменьше. То есть, до какого достигло в предыдущем измерении и в следующем цикле уже это измерение будет использоваться. Вот как удобно. За счёт того, что мы здесь написали статик. Ну, пусть всё это подальше опять магнит мы уберём, конечно. Вот. И с убринным подальше магнитом мы сейчас уже наши показания давайте скорректируем. Вот так. В общем, тут где-то в среднем у нас я не знаю сколько. Самое больше вот 82 вижу. Меньше всего 75 вижу. Ну, не знаю. 78 написать или 79. Так, а в какую сторону? Плюсом пишем 79. Так, прошьём, проверим. Что-то не туда мы всё сделали. Да. Вот это вот сюда. Не те оси. Вот это вот сюда. Смотрим. Ну, в принципе по нулям у нас всё нормально. Вот. Теперь давайте закомментируем вот тут. А вот это наоборот раскомментируем. Так. У нас 8 показаний. Всё правильно. F8. Ну, программки я чуть-чуть подправил свои, которые сделаны с Visual Studio. Сегодня я позанимался с этим Visual Studio. Что-то у меня глючило. Ну, тем не менее, что-то добился. Вот. Запустим вот этот. Я его NSMACH Monitor назвал. Включаем. Он пишет, что не получилось. Ну, почему не получилось, мы прекрасно знаем. У нас всё вот здесь. Теперь вообще повисло. Ну что ж, будем смотреть здесь тогда. Опять сейчас мы, наверное, всё-таки вернёмся в текстовый вид. Просто нам ещё поработать нужно… Сейчас вернём здесь, как было, с фильтрами. Ну, пока поставим до 10. Вот. Но всё-таки лучше, наверное, 20. И сейчас попробуем мы, значит, написать фильтр. Ну, я использовал скользящий средний. Я изучил массу передового опыта по скользящему среднему и сделал вывод, что вменяемого кода я не нашёл. Ну, и попытался что-то сочинить сам. Ну, давайте тогда, значит, подумаем, как всё это нам проделать. Вообщем, мы, во-первых, познакомили вас немножко со скользящим средним. То есть, существует буфер какой-нибудь. Ну, отвлечённо скажем, как вот у нас будет на 8 элементов определённого значения. То есть, ну, определённой битности, определённого типа элементов. Ну, мы их сначала набираем все 8 подряд из измерений. Затем мы данные элементы складываем и делим на 8, то есть, на количество. Получается, это среднее арифметическое. Вы скажете, какое же это скользящее. Ну, скользить было ещё пока не почем. А дальше уже, когда мы 9 измеряем, мы 8, вернее, 7 последних измерений сдвигаем влево или вправо, смотря как там это всё расположено. То есть, и самые старые показания нам уже становятся не нужно. Вот. А новые заносим в освободившись ячейку. Но мы не будем заново считать все 8 прибавлять и делить на 8. То есть, скользящее – это уже скользящее, даже если мы и будем. То есть, скользящее оно тем, что мы не следующие 8 берём, а только на одно сдвигаемся. То есть, старые не используем, используем новые. Ну, плюс ещё алгоритм пишется, как правило, так, что мы старые, самые показания вычитаем, а самые новые прибавляем. То есть, сумму сначала сохраняем. И чтобы все 8 не считать, ну это когда 8 – это не долго посчитать, а вдруг их там 800. Вот поэтому мы берём, вычитаем самые старые показания, которые у нас высвободятся из буфера, а самые новые прибавляем и делим опять на 8. Вот так вот это проще делать и код становится более оптимизированным за счёт этого вот всего. То есть, ну поэтому нужна будет нам конечно же функция. Ну, плюс у нас ещё кроме функций нам нужна будет определённая часть переменных различных. Почему буферы? Потому что три у нас их будет буфера. У нас три ось и три буфера. Ну, конечно, не должны они быть оптимизированными. Ну, назовём вот так AVG 8. Сразу нулями забьём. Ну и для всех. То же самое. Проделаем осей. Так. Z и Y. Что-то нам тут не хватает. А, ну типа-то нету. Int16-е у нас вроде бы конечно будет ошибка. Вот теперь нет ошибки. Счётчик. Здесь нам такого вот хватит. Нет. Лучше вот такого. Ну и соответственно. Так. Int. Побольше. 64. Существует и такая у нас, если кто не знал. Ну и это дело мы подчеркнём даже, что она такая вот большая. 64. Ну соответственно, у них три штуки конечно. Счётчик одного хватит. Мы поровну каждую оси считаем. Их не надо три. Ну и проинициализировать что ли счётчик-то нам. cnt. Вот такой. Ну нулю. Ну и собственно функция. Ну я бы её даже вот сюда написал. Так. Moving Average. Ну не void, а int 16t dt. Ну да, данные. If. То есть сначала мы наберём с вами этот буфер. А уж потом скользить будем. Пока скользить нечем, как я уже и сказал. Average. cnt – 8. xbuf. Average. cnt – 0. Так. Так. yz – 1.2. If. cnt равен 7. То есть достигли мы именно 7, то мы начинаем уже считать маленько. tmp 64 для x равен xbuf . Ну пока никакое. И плюс. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Напишем. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну можно где-то вот здесь нам сделать вот так. Красивей будет это. То есть это мы сумму посчитали всех измеренных значений по x. То же самое надо сделать по всем остальным осям. Вот так. Вот. Вычислили суммы. И сразу же посчитаем мы своё среднеарифметическое. ДТ 0 равно tmp 64 нулевое разделить на 8. Отлично. Ну и для других осей так же. Итак, 1 и 2. Здесь теперь мы прибавляем счётчик. Именно здесь. Если мы сделаем здесь, то он у нас потом по циклу пойдёт. Он 8-битный всё-таки. А тут мы уже сюда не попадём и так и останется он у нас вечно равным 7. Ну или 8. 8. Просто будет когда равен 8, на следующем мы уже вызовем и в него никак не попадём. Ну, теперь хорошо. Буфер наполнили. Первоначальное мы среднеарифметическое посчитали. Теперь начинаем скользить. Else. Комментарий, что ли, написать. Темпы 64 нулевое минус xwoff. Последний у нас в нулевом. То есть находятся в элементе. Ну может они в нулевом, но разницы нет. Кто из них последний он или первый, это только самый первый буфер, он не даст особой нам тут погоды, не сделает. Всё главное – вот этот алгоритм. Теперь. Всё. Мы его вычли. С вами уже часть дела сделаем. Теперь нам нужно как-то переместить буферы поэлементно в ту или иную сторону. Ну я придумал вот так. Работает. В одну сторону работает, в другую не работает. Поэтому выбрана была именно определённая сторона, в которую работает. А в другую, если то все становятся элементы одинаковые. Нужно ещё посторонней памяти было бы использовать, что удваивает время выполнения операций. Нам это не подходит. На один элемент. Вот как это работает. Memcpi. Функции существует у нас. Void. Если у кого-то memcpi работать не будет, значит не подключен определённой библиотекой. Так что смотрите, чтобы было всё нормально. xbufvg. То есть memcpi, если мы вот открываем скобку, она подсказывает сначала. Вот буфер, буфер и размер. То есть здесь у нас, в общем-то, сначала идёт приёмник, потом источник, потом размер. То есть мы указатель отправляем на начало вот этого всего многоэлементного буфера. Зачем? Затем мы можем вообще это всё скопировать. Вот здесь берём скобки. Вот это. И плюс 1 делаем. То есть адрес увеличиваем на 1 и обращаемся к адресу, увеличенному на 1. И берём мы оттуда следующее количество. sizeOf int 16t. То есть мы измеряем размер нашей переменной и умножаем на 7. То есть мы берём 7 элементов. Получается, что ну не 7 элементов, а область памяти, в которой находится 7 элементов и сдвигаем её влево. Ну, наверное, влево, не знаю куда. То есть в общем от первого до седьмого мы берём и двигаем всё это к нулевому. То есть седьмой в шестой пойдёт, шестой в пятой и так далее. Всё прекрасно это работает. То есть и мало того работает на все, так сказать, переменные. Но вообще-то давайте всё-таки отключим оптимизацию. Возможно, если будет код оптимизирован, то, не знаю, не пробовал. С отключенной оптимизацией так пробовал. Вот. Вот здесь нам нужно подправиться на y и z. Всё. Мы сдвинули буфер. Теперь заменим седьмые элементы на новые. Тут не последние элементы. Наоборот, мы первые вычтем. Самые старые, я хотел сказать. Вот так. Правильно. Седьмой элемент у нас новый сам пришёл. Всё тут хорошо, всё правильно написано. Что-то я просто неправильно с терминологией определился. XBluf. Немножко у нас подлиннее получится занятие, но ничего. Оно будет, я думаю, интересным, кассовым, так сказать, как сейчас принято говорить. Прибавим новые элементы. Но мы прибавим не из буфера. Зачем нам туда-сюда ходить? Мы вот эти прибавим. Именно прибавим, а не вычтем. Вот так. Ну и соответственно обновим теперь среднее значение. То есть мы из этой вот, из суммы, которую мы запомнили ещё в предыдущем вхождении в функцию, вычли элементы самые старые и прибавили элементы самые новые и обновили буфер. Буфер всегда нам нужен обновлённый, так как иначе мы самые старые с вами потеряем. Элементы они за 8, так сказать, вхождений к нам обязательно придут. То есть самые новые станут самыми старыми. Ну когда-то везде такое случается. Ну мы уже знаем, как это делается. Это вот тут уже у нас использовалось. Вот он, в принципе, и весь алгоритм. Осталось его только вызвать и всё. Вызывать мы будем вот здесь. Как только мы набрали. Вот сюда. Можно здесь, можно в принципе. Нет, именно надо вот здесь. Потому что здесь 4096 мы можем не получить, иначе мы его начнём использовать в вычислении среднего и у нас там сбой будет. Ну просто плавненький такой, но будет сбой сильней. И нам плавно ещё тяжелее будет выправить. Ну у нас Moving Average. И отправляем мы весь вот этот буфер вал туда на экзекуцию. Всё. Компилируем. Посмотрим, что у нас тут за скорость. Скорость вот эта. Может, у нас даже заработает сейчас и программка. Но вряд ли. Раз она не пошла, то она не пошла. Но мы сейчас так увидим в текстовом варианте всё. Сейчас мы всё равно её попробуем запустить. Я пока не буду комментировать здесь. Не заметил. Щёлкнули у нас. А, светодиодики щёлкнули. Тот же самый висяк. Не знаю почему. У меня всё работало. В принципе, я всё равно программку выложу. Вы попробуйте всё это обязательно. Там нужно играть с задержками. Просто чтобы не затягивать урок, мы сейчас с задержками не будем играть. А, ну конечно у нас сейчас не пойдёт тут ничего, потому что здесь у нас нужно вот это раскомментировать, а вот это всё… А, вот почему проблемы, наверное, были. У нас не отправляли мы ничего в наш VUSART. Пока остановим тут. Может сейчас и пойдёт. Вот это было закомментировано вроде. Ну может пойдёт, может не пойдёт, не знаю. Посмотрим. Так, прошилось. Здесь мигнули светодиодики. Ага, всё пошло. Ну, как мы видим, у нас опять отклонения путёвые по осям пошли какие-то 3000. Здесь, видимо, что-то в скользящем среднем у нас вот перепутано. Но мы сейчас ещё монитором посмотрим. Всё-таки не то, что ещё, а вообще и будем смотреть, потому что что-то в скользящем не то. Но если что, у меня весь код есть, все ходы, говорит, у нас записаны. Да, не идёт 230, 400 у нас. Я, наверное, не прошёл ещё контроллер. Так, зачем-то у нас ещё два терминала. Угу. Вот. У нас, соответственно, какие-то странные здесь страсти. Что-то, конечно, поднапутано. Вот x вроде похож на правильное. Причём, видите, какие колебания от 14 до 16 только. А было у нас около 8 величин. Видно, что колебания гораздо снизились, то есть очень сильно снизились. Колебания у нас остановим пока что. Во-первых, я пока что уберу вот эти все коррекции. Так, я вернул назад все значения. В принципе, проблем я уже и так вижу. Я даже до конца не стал гоняться. Вот здесь у нас везде x. Быть такого не должно. А вот здесь должны быть везде нули. Мы нулевой элемент, но с разных буферов. То есть вот эта вот z-ка. Поэтому у нас x-то нормальный он и был. Вот. Поехали. Сейчас посмотрим. Это я уже пробовал, что всё тут нормально. Вот. У нас, в принципе, в среднем тут нули. Y немножко убежал. Может магниты сдвигали. Так, здесь 15 в среднем где-то минусом идёт у нас. Сейчас ещё подкорректируем. Всё. Алгоритм нормальный. Код будет выложен, так что не беспокойтесь. Так, минусом, что 15 шло. Это будет 64 вместо 79. Здесь плюсом 30. Будет 98. Здесь, считай, нормально. Плюсом где-то около 4. Но как вы видите, алгоритм прекрасно работает. То есть у нас колебания-то вот. Уже минимальные стали. Шума-то почти нету. Шум практически сведен к нулю. У нас в данный момент сейчас сколько бит на Гаусс-то? Где-то около 500. То есть для 500 это уже не шум. Давайте соберём, посмотрим опять в текстовом. И всё-таки, глядишь, сейчас и графически заработают у нас варианты программы. Ну вот тут у нас практически пошли нули, только Y был перепутан немножко. Нам надо… Да, там плюс надо было сделать. Тогда здесь 38, а не 98. 68 было. Пришиваем. Вот чем хорош вот этот терминал, даже останавливать не нужно. Он прошился и побежал. Ну вот, практически нули у нас здесь. Вот какие у нас малейшие отклонения, то есть идут. Останавливаемся. Здесь мы раскомментируем, ну конечно включительно с отправкой Transmit в SART. Не будем ошибок повторять. Опять сейчас соберём код и попробуем всё это хозяйство мы отобразить. Всё, мигнули светодиодики. Вот. У нас всё пошло. Вот на это можно не обращать. Это опять же нужно играть с задержками. Вот. Скорее всего нужно ещё побыстрее включить скорость, но иногда при высоких скоростях виснет. 460, 800. Я специально там добавил такие показания в терминале, потому что это есть. Ну вот. Ну, 460, 800 у нас виснет. Наверное, много может быть задержки. Не знаю. Сейчас попробуем, поиграем ещё. Нет, наверное, на таких скоростях данная программа работать откажется. Скорее всего слишком много вне алгоритма, он не успевает выполняться с такой скоростью. Я просто там сильной буферизацию никакую не применял. Всё. Оставляем. И здесь оставляем. Он сейчас, скорее всего, будет виснуть у нас и, так сказать, на… возможно, и на таких показаниях. Возможно, при зависаниях потом порт не освобождается. Может даже так быть. Да нет, не виснет. То есть, не обращаем внимания, что иногда вот эти вот скидываются у нас показания Y2. Что-то тут с Y2, с этим неправильно. Вот он прыгает. Ну, это в этой программке. Но мы видим, что основные оси… Ну, в принципе, и другие оси немножко здесь вот эти вот прыжки есть. Но факт тот, что вот этого шума практически здесь нет. Ну, мы попробуем сейчас магнитик подносить. Вот я даже далеко этим магнитиком. Вот мы видим, какие плавные линии здесь. Вот. Ну, если близко, я поднесу. Это я вот сейчас с метра играюсь. То есть. Вот. Вот как у нас шум всё-таки сведён практически к нулю получился. Сейчас ещё одну программку попробуем запустить. Не знаю, запустится, не запустится. Запустилось. И у нас опять оси с вами отклонились. Но мы сейчас их подправим. Что здесь у нас Y? Минус 234. То есть. Вот так вот играясь с поправками можно интересно всё это визуализировать. Но вообще в программах там в каких-то они подправки не потребуются. Нужно главное запоминать показания. И как только вернулся у вас датчик к таким показаниям, значит вы вернулись в исходное положение и вы уже показания акселерометра и яроскопа корректируете. То есть. По-моему 200 у нас 34, да? 234Y. То есть вот такой чувствительный датчик. Так. И у нас там минус минус 234Y. Значит будет минус… Ну там может быть и ось попутаны. Минус 200Y. Почему 230Y? Почему так много? Непонятно. Что-то я с этим магнитиком, конечно, наиграл. Ну пусть минус 280 напишем. Прошиваем. Эту программу лучше отключать вообще. Так. Светодиотики у нас мигнули. А, ещё больше стало. Тогда, значит, надо было плюсовать. Да, там же было минус написано. Вот у нас было с вами 38, значит будет плюс 196. Проверяем. Сейчас мигнут светодиоды. Они сигнализируют о том, что у нас всё уже инициализировано с вами. Вот. Почти что стоит на месте. Значит здесь что у нас? Всё-таки он немножко движется. 22 отнять и по Y и по Z надо. Нам главное, чтобы шарик остановился. 22 чтобы отнять. Ну это всё магнит. Он то ближе, то дальше лежит. Очень чувствительно всё. 22 – это… Так, 196. Значит подвойки из каждой цифры отнимаем. И тут 2204. Вроде отнимать надо. Может надо было прибавлять. Но сейчас увидим. Запускать уже можно. Всё. У нас шарик стоит. Вот я беру, наверное, маленький я магнитик возьму. У меня есть вот такой вот магнитик. Вот. Вот я его уже поднёс и он у нас пошёл вверх этот шарик. Сюда поднёс. Он в эту сторону пошёл. Ну опять как ещё эту пластиночку опять… Смотря как мы её ориентируем, всё это зависит. Вот. Опять у нас остановилась. Ну мы знаем, у нас есть кнопочка R, которой мы можем вернуть всё на место. Вот я ещё далеко с этой пластиночкой. Вот так мы можем с вами этот мячик играть с помощью магнитика. Вот он у нас сейчас наверху. Я сейчас возьму большой магнит. Вот. Он ещё сильнее начинает стремиться биться об этот самый… Ну то есть, я и x, y и z вот здесь позиции. Я дальше 0.5 не пускаю, иначе он за пределы видимости уйдёт у нас. Но чтобы вниз, я сейчас его под стол магнит этот засунул. Вот. И шарик у нас упал вниз. Вот так вот всё интересно получилось. То есть, и фильтр у нас заработал, и программа визуализации, что очень похвально. То есть, я вас поздравляю вот с такой, с нашей победой. То есть, у нас всё с вами очень неплохо получилось. Пишите комментарии, пишите здесь, пишите в группы. Ссылки все даны на форум. Также жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился данный видеоурок. Подписывайтесь на канал. Как подписываться на канал вы знаете. Как чтобы получать уведомления по новым правилам, я вам объяснил, как делать. Смотрите эти предыдущие уроки и всё это там есть, в общем-то. Ну, насчёт планов, значит. Следующий датчик у нас будет опять магнитометр. Мы будем использовать магнитометр с вами вот этот вот, который на X-нуклео стоит. Там чуть-чуть другой магнитометр. Может он слабее или сильнее, но он другой. Я думаю, как минимум два одинаковых датчика мы рассмотреть с вами обязаны всегда. Затем, значит, перед этим, просто чтобы подряд не шли занятия по MEMS-ам, я планирую дать урок по установке и использованию программы System Workbench для того, чтобы мы могли спокойно с вами компилировать код, вернее, линковать и прошивать больше 32 килобайт. Например, если мы используем систему FreeRTOS, то там 32 килобайтами мы не обойдёмся и кедл нам просто не даст её скомпилировать. Но если мы его, конечно, с вами, не дай бог, не взломаем, либо не купим. Если купим, то даст. Но 8000 евро, я считаю, что есть у нас не у каждого лишних. Поэтому он хоть более глючный, но, я думаю, он стоит того, чтобы его изучить хотя бы за то, что он бесплатный. Вот. Для чего FreeRTOS? Я стремлюсь ещё сделать урок по LAN-интерфейсу. А LAN-интерфейс его всё-таки там за счёт многоуровневости его нужно постоянно сервить. И без FreeRTOS это просто сделать будет очень тяжело. Ну, на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Всем пока. Всего хорошего. До свидания.